Девушки отдыхают Девушки отдыхают Раньше в старину вот такими нитями резали камень, дерево, использовали только такие шелковые нити В данное время, если вам известно, эти нити используются в авиации То есть делают стропы для парашюта, ганаты делают, ну и тому подобные вещи Из наших же, на нашей фельме изготавливаются из них очень красивые и очень дорогие кавы Пройдете, пожалуйста, в следующую зону Только ручной работой Войным узлом Чем же отличается двойной узел от одинарного? Войной узел, он очень сложен Пройдемте, пожалуйста, я сейчас вам непосредственно... Пройдите сюда, пожалуйста. Сюда пройдите. Подойдите, пожалуйста, сюда. Красота. Посмотрите, пожалуйста. Это шелковый колер. Этот колер изготавливают девушки в ручной работе. Здесь на каждом сантиметре, квадратном сантиметре, достигается, знаете, до 100 узлов. Вы представляете, какая это тончащая работа. Чтобы сделать такой ковер размером метр на метр, нужен год. Девушки сзади могут связать только до 1000 узлов. Это около 3 миллиметров его получается. Сзади на каждом метре такого ковра сидит одна скачиха. Здесь в основном используются только деревянные станки. Вы скажете, почему же здесь железо? Но обратите внимание, здесь, видите, имеются деревянные настилы. Для чего используются? Ведь шелк, если класть на кревет, она может соскальзить. А на дереве она никогда не скальзит. Пройдет дальше, да? Я вам покажу, как все зеленые деревья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть вопросы, которые не понятны? 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 Они понятны? Они понятны?